Друзья, сегодня мы поговорим о том, почему сложно уловить понимание ООП. На самом деле сложного ничего нету, но тем не менее проблема существует. Согласитесь, у многих вот вроде понимаю, но не до конца, вроде читаю код, но не до конца. Да, вы знаете, вот вспомните, вспомните себя, когда вы что-то делали, уловили главный какой-то смысл и потом на этот смысл все наделывали. Кому проще будет представить, особенно в детстве, вот кто-то на травинку, допустим, собирал землянику, да, считайте, вот травинка это стержень, некий стержень понимания. В том случае он был стержень, который там держал все эти землянички, но тем не менее должен быть какой-то стержень. И вот этот стержень, есть ли он в ООП? Абсолютно верно, он есть. То есть я хочу сейчас помочь в первую очередь участникам школы, я зачитаю вам письма, просто чтобы вы поняли мою логику, да, и показать, что, вот, как вот работать с ООП. Для начала, для начала давайте общее скажу, общее сейчас. Нет, ну, по-другому буду говорить, вот, как думают сейчас, так и буду говорить. Ребят, ну, возможно, здесь не очень хорошо видно, но, в принципе, участники школы найдут, да, ссылка на группу будет. Вот, Владимир выполнил домашнее задание. Сейчас для тех, кто только первый раз смотрит видео, ребят, смотрите, вы приходите на СПБ, да, я предупреждаю, что дизайн весь изменится, я, наконец-то, занялся сайтом, поэтому не ждите, что будет такой дизайн, я сохраню основные черты, но не запутайтесь, найдете. Смысл другой, который хочу донести, он и останется, может, инструментов больше будет. Просто я всегда рекомендую, вот, вы купили доступ, вот, у вас есть Python с нуля, я говорю, ребят, дошли до функции, и сразу переходите в раздел «Практика Python ООП». Тут сразу ООП не идет, тут сразу идет по функциям, закрепление методов и так далее, и так далее. То есть, я что хочу сказать, есть видео уроки, где вы просто смотрите, а есть те уроки, где я для вас формирую вопросы, вы работаете самостоятельно. И эта часть работы, она и приносит вам самые большие дивиденды, да, в понимании. Так вот, давайте сначала остановимся. То есть, вот, то, что сейчас видео, я говорю, что, ребят, это надо быть в школе, где-то там вы посмотрели ролик, это надо быть в школе, получать сообщения в группе постоянно, тогда будет результат. Потому что переписываются ребята, сбрасывают домашние задания, сбрасывают обсуждения, и эту всю информацию вы последовательно поглощаете, да, сами для себя определяя, здесь у меня нечто хромает, здесь я могу спокойно только прочитать, и так далее, и так далее. Так вот, для начала, конечно, как я говорил, сначала вы проходите Python, это я для новичков говорю, потому что нельзя, допустим, сейчас говорить о ООП, если мы не знаем там типов данных, если мы не понимаем, что такое метод или там функция, как работает, если мы не знаем ООП, не начали его основы. Абсолютно верно, в школе, в начальном курсе я дал ООП, еще есть начало здесь в уроках ООП, и уже самостоятельная работа, которую, в принципе, я начал серьезно развивать. И то здесь мы нарабатывали сначала, сейчас поймете, мы сначала, вот тут, благодаря Сергею Осадчеву, который делал домашние задания хорошо, мы нарабатывали, то есть, самые важные вещи, методы, я ставил вопросы, и мы нарабатывали, нарабатывали, нарабатывали. То есть, вот этот этап пройден, но, как, вот сейчас я буду зачитывать то, что и цель моего видео. Сейчас поймете. Так, секунду, я с пояснением, еще поясню, да, сначала домашнее задание, вот я увидел, ну давайте по порядку. Владимир Фомичев рассматривал и описывал в стиле школы метод Нью. Стиль школы, это значит очень, во-первых, свое описание, во-вторых, очень конкретное и очень подробное комментирование. Он великолепно расписал метод Нью, ребят, а вот и новички, или даже и пусть новички, но вот начинайте обращать внимание. На самом деле, метод Нью, да, это один из основных методов Python OOP, от которых берет начало, и сейчас мы об этом именно говорим. Но мы не часто в примерах кода видим явное его использование, как бы люди его боятся. А в свою очередь, вот именно вот эта боязнь этого метода и ставит, ребята, ставит нам, как бы, преграду к дальнейшему пониманию OOP. Да, мы можем нечто делать, но надо с чего-то начать. Помните, я говорил про ту же соломинку? Давайте я сейчас нарисую и пойдем дальше. Вот смотрите, да, мы начинаем по-разному, на разных курсах вы начинаете, да, потому что я уже давно это все начал и продолжаю, и теперь вот хочу, цель моя в школе, в школе какая сейчас на данном этапе, помочь ребятам собрать в голове ясное и явное понимание OOP, чтобы писать абсолютно любые программы и видеть это использование в любых элементах. Здесь я пока не забыл, оговорюсь, я вот не зря у Володи спросил, вы проходите курс Django плюс сервер? Да, вроде бы, это офигенный новый курс, ребята, который я задумал немножко по-другому, чем все остальные курсы, я сейчас просто поясню и поясню, к чему здесь OOP имеют. Ну, во-первых, Django вообще построен на классах, много что, да, на классах построено, мы модели пишем, можем использовать классы, но отвлекусь, что должна быть постоянная практика и перестройка. Ну, Django хорошая вещь, здесь Django сервер, я таким образом задумал курс, что мы и изучаем подробно Django, а те, кто изучил, начинают выявлять проблемные места работать и настраиваем сервер, потом его обслуживаем, чтобы вы полноценно могли разместить сайт Django на своем сервере, ни от кого не зависи, обслуживать его. Возможно, в данный момент, когда вы смотрите уроков уже больше, но мы делаем спокойно, то есть времени хватит на все, главное, здесь чистая практика. Поэтому я не зря у Володи спросил, Володь, а вы делаете этот курс? То есть вы постоянно должны свои знания применять на практике, это одно направление. Второе направление, это программирование на чистых классах. Я могу потом это забыть, но вы уже услышали. Итак, сейчас, секунду, вылетел из головы, что хотел сказать. А, все, вспомнил. Так вот, ребят, смотрите, по этому ОП мы, по сути дела, можем много чего здесь городить, да, потому что разные источники в разные года и тоже даже ЛУЗ взять, да, там вообще, ну, грубо говоря, ЛУЗ делал больше как справочник, но на самом деле я заметил, что все источники, ребят, они хромают. Не потому, что они плохие, потому что это был бы десятитомник, правильно? Когда человек пишет абсолютно любую книгу, он что дает? Методы, да? Вот то, что я говорил, мы прошли. А вот уложить эти методы в голове, начать применять, это сложнее описать. То есть, по сути дела, зачем тогда книга? Это надо уже тому, кто этот курс знает. Поэтому нельзя сказать, что ЛУЗ плохой или книга, просто у них свои коммерческие цели. И я говорю, когда вот я заметил, и благодаря, я говорю, Сергею Асачеву мы вот эту базу наработали, я очень хорошо понимаю, что я делаю Сашко Лай. То есть, теперь пошел второй этап, да? Сейчас я нарисую, сначала нарисую. Так вот, пусть это будут, знаете, там методы питон, там список, словарь, методы. Пусть это будет там классы сами, да? Куда мы начинаем нечто. Пусть это будет все, что угодно, да? Здесь будут, пусть функциональное программирование. И пусть здесь уже будет конкретно ООП, да, это классы, но мы здесь бы как бы разбираем по понятиям. ООП. Вот на этой основе ООП, да, написаны многие книги. Я могу, не заглядывая в абсолютно любой учебник, вам сказать, что там будет. Что такое класс, наследование в классах, это все правильно. Дальше идет метод, не метод, а дальше идет сельф и так далее. Дальше применение методов, инкапсуляции и так далее, и так далее. Все это правильно. Но заметьте, особенно кто изучал ООП, а пробел то есть, но не можем собрать до кучи. Ребят, а ведь все просто. Давайте сначала я озвучу первую часть того, что необходимо. Абсолютно верно. Поэтому в школе мы и начали, допустим, пришел человек с нуля. Да, для него есть курсы Python с нуля, где он проходит Python потом и так далее, и так далее. Так вот. И мы все это изучаем. Но помните, опять же, я говорил про вот этот вот стебелек, да, на который землянички мы цепляем. А вот этого-то нет. Ребят, так вот это на самом деле есть. Когда мы изучаем, допустим, в обычном ООП, извините, что ребята, которые уже покрепчивы в программировании, что я не открыл среду, я хотел бы, чтобы просто все ребята, кто смотрит, создали абстракцию. Но абсолютно конкретный ответ вы получите. Да, то есть, с чего работать. Ну, каждый в абстракции видит что-то свое, согласитесь, как-то запомнит. Так вот. Но на самом деле, в центре всего всегда лежит, ребята, метод. Ну, некий метод. Заметьте. Сейчас я наберу, я не буду долго говорить. Заметьте. Мы открываем метод. Именно метод, если брать Python. Python с двумя нижними подчеркиваниями. То есть, то, что мы называем магическим методом. Давайте мы откроем любое там, да, Python. Python.O.P. Объектно-ориентированное программирование. Ну, вот открыли, да. Мы видим тут классы, да, сначала. Ну, если мы, ну, немножко неудачный пример. Ну, тем не менее, мы видим тот же self. Мы не видим здесь init'а. И так далее, и так далее. Но это только пример OOP. Само такое OOP, ну, только для понимания, да. Для применения без того же init'а. Это непрактично. А для понимания все правильно. Да, все классно написано. Но мы бы хотели найти примеры с более такими вещами. Ну, вот, дальше, да. Пошли вот принципы OOP. Ребята, и вот заметьте. Сколько вы не будете смотреть этих примеров, вы нигде практически не увидите явного использования метода new. Да, new. Зачем я это сдаю вопрос? Мы, вспомните, зачем я начал писать это видео? Чтобы собрать в голове. Так, ребят, все просто. И ведь, вы знаете, все приходит с годами, да. Если бы я это понимал там 9 лет назад. Вот я и понял. На самом деле, всегда в центре понимания, вот этого центра, и лежит сам метод. Ведь мы должны на что-то цеплять. Вот подумайте. Изучает человек, для него списки, словари, это конкретные вещи. Но новичок как думает? А как их применять? Хорошо, научился применять. Но научился писать простые классы. А потом начинает, открывает код классов, да, 10 классов. И все, поплыло. Да, я не понимаю. А почему? Потому что нет той соломинки, нет точки, от чего плясать. Так вот, Володь Фомичев, я для вас это видео писал. Я потом зачитаю ее ребятам, что почему важно отнестись к этой теме. Точка всегда есть. Есть на самом деле точка ВВП, на которую вы можете все остальное нанизать. Как вот эти. Это точка и есть понятие инициализация. А вот здесь, ребята, я, понимаете, новички сейчас посмотрят и скажут, вот умное слово. Поэтому школу я написал, новички быстро сбросили, что такое инициализация. То есть, грубо говоря, я хочу, чтобы ребята школы ответили, но я сейчас переведу на более простые вещи, да. Ну, представьте, мы хотим писать программу, там, ну, решили описать сельхозпредприятия. По крайней мере, мы хоть абстрактно, да, представляем, что сельхозпредприятия, там, мастерские, там, да, допустим, там, мастерские есть, да. Мастерские есть, мы знаем, что есть техника сама там, мы сейчас не будем расписывать. Техника. Ну, понятно, что люди есть. То есть, я к чему это сказал? Я сказал к тому, что мы, начиная писать любую программу, вот у нас есть задача, мы уже, по крайней мере, общие вещи понимаем, да, что, если это сельхозпрограмма, то у нас там будут мастерские, сама техника, там, трактора, машины, люди, там, в определенных должностях, распорядок работы на поля и так далее, и так далее. Ну, а вот теперь важный момент, который вам поможет собрать в голове для ООП. Ведь мы, вот смотрите, вот на этом примере, да, вот знаем мастерские и техники. То есть, по сути дела, сами переменные, да, сами переменные, вот мы пишем себе, да, переменные, сами переменные, пусть это будет, там, ну, сами переменные, то есть, трактор, воркшоп, то есть, мастерская, у нас уже, хочешь не хочешь, будут, да, и вот смотрите, я не зря говорю, то есть, первые методы у нас уже сформируются, в любом случае, описать, там, постановку техники, ребят, а вот тут как раз-таки я и говорю, что вот в этом моменте присутствует точка сборки, вот она, вот она у нас, вот она, да, пусть будет красненькая. На самом деле, любая программа начинает с инициализации. Именно здесь, если вы начнете смотреть вот те картинки, которые мы смотрели, и начинают применяться методы new, new и init. Понимаете, в чем проблема во всех учебниках? Во всех учебниках проблема такая, что просто описывается метод, да, вот это метод new, он делает то-то, 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 я сейчас не буду перечислять, потому что это задача участников школы, а моя задача, чтобы они, это все отвечено в школе, да, ну, чтобы тот, кто смотрит, сейчас заинтересовался, залезть посмотреть, а действительно, что такое init, я вот начинаю, а что такое new? Ну вот, а теперь заметьте, заметьте, вот прежде чем продолжим читать письма, заметьте вот размышления, мои сейчас, но такие же должны быть и ваши. По сути дела, ведь скажите, пожалуйста, вы пишите класс, допустим, там, класс трактор, да, а потом вы хотите написать второй класс, да, второй класс, ну, следующий, да, который у вас там будет, там, допустим, ремонтная мастерская, но, по сути дела, мы можем, будем использовать класс, мы же хотим, мы же хотим, чтобы все методы переходили, абсолютно верно, хотим, значит, мы начинаем использовать new, init или new, да, я надеюсь, у вас появилось желание посмотреть, то есть, я к чему это сказал, мы уже понимаем, что будет наследоваться и что будет происходить при применении этих классов, но вот заметьте, init принимает, применяет всегда, а new не всегда, и вот я не зря поставил вопрос для Владимира, вижу, что он тоже начал, как Сергея Сачи, серьезно копать, он описал, очень классно, метод new совпадает, возвращает классы, и бла-бла-бла, то есть, написал, ну вот смотрите, а я дальше, вот что дал домашнее задание, Владимир Фомичев, очень порадовали, круто, очень хорошо, теперь попробуйте писать, использовать new, а не init, попробуйте описать различия, плюсы и минусы, ну давайте действительно представим, ведь, и заметьте, я потом, прочитаю вам, немножко поправился, да, потому что я поставил вопрос некорректно, я видел, что у нас в школе Сергей Асачи начал использовать new, на самом деле, я этот вопрос специально так поставил, почему, потому что new и init, и они взаимосвязаны, зачастую даже незримо используют, незримо используют друг друга, но вот самое интересное, что init мы используем всегда, а никто не задумывался, что метод new вообще другие все методы использует, то есть, вы понимаете о чем, представьте, мы изучаем второй, третий, пятый метод, но при этом мы точно не понимаем, что такое метод new, как мы можем глубоко что-то понять, никак, именно поэтому я и поставил так вопрос, ну давайте я прочитаю, что прочитаю, что поясню дополнительно, Володь, это сейчас для вас, да, и для других ребят, которые интересуются глубоким пониманием ООП, я постоянно задавался вопросом, почему народ использует больше new, они, init, а не new, хотя у new возможностей больше, мне кажется, что когда-то кто-то начал использовать init, и это поехало, вот так вот, вот так это проще, да, потому что это конструктор класса, вы, кто не знает, записали, уже пошли смотреть, да, что-то такой конструктор класса, а лучше пришли в школу, я говорю, что многие там говорят, вот я там изучал, если хотите, то я не буду хвалить, но я люблю докапываться и вести вот ребят, вот последовательно, да, ребят, то есть надо быть в группе, вот так, а не только делать уроки, надо работать самостоятельно, ну, я много об этом рассказывал, не сейчас, да, я видел в домашнем задании использование init, но именно суть нового домашнего задания разобраться в различиях этих методов, в первую очередь для себя понять, когда и почему вы используете new, а когда init, попробуйте это сделать, попробуйте это сделать, вы положите хорошее понимание для всего дальнейшего изучения ООП, для себя лично и другие ребята, кто более слабо понимает, начнут понимать, для вас главное, для самого себя понять возможности методов, это важно, пока посмотрите с этой стороны, а потом копнем глубже, поэтому прошу вас, отнестись к этому вопросу, сравнение методов, как реферату в институте, ответственно, ваше задание очень классное, я сразу говорю, ну, просто вот так, не на храпом, подумайте, для себя очень много почерпнете, и так далее, очень буду благодарен за разъяснение, дальше домашнее задание, дальше, я спросил, а изучает ли Владимир Жанга Сервера, я видел, что он готовился, и сказал, что начнет эти уроки, мне бы хотелось, чтобы Владимир, если вы уж, а, сейчас я поясню, еще немножко остановлюсь, дайте докончу фразу, если вы уж занялись, да, то, пожалуйста, делайте, как я сказал, именно, изучайте Пайтон, да, глубоко копайте, при этом изучайте Джанги, изучайте Котлин, три, три вещи, тогда только ставим в голове, чтобы, поняли, так вот, давайте я дальше дал пояснение, еще поясню, почему я дал это домашнее задание, нашим энтузиазмам, людей, которые решили понять глубоко, благодаря Сергею Сачеву, мы много вложили понятий Пайтона ООП, но я увидел проблему, то есть, картина не маслом, это не значит, что что-то там, просто Сергей много сделал, при знакомстве, мы же не можем перейти к углубленному, изучению, не знакомясь, а вот когда, в принципе, Сергей много поработал, да, то сейчас как раз Владимир выполнил Нью, я увидел как раз вот то, что надо, да, вот, бац, давайте ухватим и пойдем к пониманию именно отсюда, именно благодаря стараниям Сергея Сачи, наработана основа, теперь вот это домашнее задание, сравнение методов Нью и Инит, положит начало, точке отсчета сборки в голове, здесь еще работе работа, потому что я вижу, пока у народа слабое понимание, в целом нет опоры в голове, давайте ее создавать, понимаете, вот как нужно думать, чтобы создать опору, в первую очередь, мы думаем именно об инициализации курса, да, класса, то есть, то есть, то, что я говорил, мы в принципе представляем, по сути дела, какая бы ни была программа, что какие мы переменные, мы уже это представляем, ребят, согласитесь, да, потому что по названиям, ну, мы все, там, в сельскохозяйственной программе, где есть мастерские, то мы, понятно, по крайней мере, логически возьмем переменную, да, там, те же там трактора, и так далее, так, 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 ага, в первую очередь, мы думаем именно об инициализации класса, потому что подумал, что мы будем инициализировать, ну, а, ну-ка, новички, быстро сбрасываем, это я ребятам сказал, что такое инициализация, хотя изучали не раз, и если вы при слове инициализация, еще чешите репу, и думаете, что это такое, это неправильно, ребят, быстро идем, устраняем эту проблему, потому что это понятие во всех языках, оно не должно быть каким-то смазливым, оно очень конкретно, и сбрасываем сюда в группу, а вот смотрите, ребят, когда мы нечто инициализируем, уже думаем наперед, что мы будем расширять, что-то переопределять, хотя даже здесь я не очень верно выразился, вернее, частично неверно, что и зачем мы хотим инициализировать, мы знаем точно, ну как в том примере, мастерские мы будем использовать переменную, трактора будем, потому что такая программа, ведь переменные мы точно знаем, но вот дальше разные мысли могут прийти, но вот Владимир, почему я создал именно такое домашнее задание, оно может быть не совсем правильно сформулировано, но это я специально так сделал, ни в коем случае не подумайте, что я вас хочу запутать, просто разбираясь, вы увидите, что эти два метода, хоть и незримые, используются часто вместе, но ведь вы когда-то видели, и уверен, не часто видели, явное использование Нью, вот именно поэтому я хочу, чтобы вы в голове четко расставили по функциям и действиям эти два метода, думаю, ребята, вы уловили, что все начинается с инициализации класса, переменной и так далее, и если мы плохо знаем метод инициализации, то дальнейшее прохождение, это красная мысль, питон ООП будет у вас порождать белые пятна, постоянно будет вас преследовать чувство, что мы не до конца понимаем, вот поэтому давайте немножко поработаем направление, чтобы начать собирать питон ООП в голове, а эти методы есть точка сборки, далее проще будет цеплять все остальное, конечно, мне бы хотелось видеть больше ребят, ну и так далее, и так далее, в школе ведь много ребят, но я просто поясню принцип школы, я никого никогда не напрягаю, но вижу вот как Сергей Асачи, человек с удовольствием разбирается, вот я беру, этому человеку даю домашние задания, а это может абсолютно любой человек быть, направляя, я стараюсь направлять людей, в какой надежде, а надежде, что есть люди, может более стеснительные, может меньше времени, они прочитают домашние задания и тоже поймут, то есть, вот такая моя идея, да, ребята, смотрите, а помните, мы когда начинали говорить, мы там говорили о сельфе, все, многие, так вот смотрите, на самом деле, когда мы начинаем думать, а с чего же начинается ООП, на самом деле, оно начинается с этих двух методов, вот как мы, если просто мы прочитаем, что бла-бла-бла, это конструктор, бла-бла-бла, оно делает, то опять мы ничего не поймем, надо четко сравнить эти методы, четко понять, а что делает метод new, а что делает метод imid, Владимир, вы меня слышите, а что не делает метод new, а что не делает метод init, а потом, бас, вы обязательно увидите, что init использует new, и так далее, а что, почему он использует, и задавайте себе вопрос, а в каких действительно случаях, то есть, когда вы будете понимать, что делает метод new, вы начинаете понимать, а в каких случаях я буду его использовать, и со временем это нацепится на мастерскую, пока вы туго представляли себе метод new, да, его работу, вы просто будете тупо использовать init, init, и допустим, упираться в некий вещик, потом найдете выход, да, но, если вы заложите программу, допустим, правильно, используя не только эти методы, а и другие, само собой они подключатся, и вы будете размышлять, допустим, в мастерских там есть мастерские, есть там дальше помывочная, я могу использовать один класс, потому что техника одна и та же гоняется, или там по тракторам, ну, я говорю, прикидываю, да, так, или там техника моется, но трактора одни и те же, да, то классы можно там друг от друга наследовать, но ведь, понимаете, когда вы не только понимаете, что вы хотите написать, но вы четко понимаете, что делают методы, а методов, ребята, не так много, ведь именно из этих методов складывается и сам код ООП, и сам код ООП, да, то есть, что делает вот эти методы с двумя нижним подчеркивают, делают ООП действительно именно практичным, хотя мы могли этого обойтись, а применив обычные методы, просто функции, но давайте пойдем с той точки зрения, и смотрите, ведь с чего начинается понимание, ребят, ну согласитесь, все начинается сначала, а начало где? А начало там, где есть инициализация, то есть, по сути дела, инициализировали вот эту точку, да, и поэтому первое, Володь, вот разберитесь с этими двумя методами, а для новичков подсказываю, но в любом случае, вы будете разбираться с ИНИ, то вам попадется с ЭЛЬФ, вы легко тогда себе разберетесь, ага, с ЭЛЬФ, а что это, ой, с ЭЛЬФ, да, там, допустим, я говорю просто, с ЭЛЬФ, да, там, вы для себя четко разберетесь, ага, выделяем место, то есть, все оно цепляется, но всегда надо найти какую-то точку сборки, откуда цеплять, вот, начало программы, инициализация, мы нашли, это та соломинка, на которой мы будем цеплять клубники, дальше можем дополнить там, функциями, дальше можем дополнять типами данных, под которые будут проводиться функциях и в этих методах, дальше можем добавлять методы, но оно все будет проще становиться, я просто хотел сказать, что надо откуда-то начать, но начинается именно со сравнения, теперь, моя система школы заключается в изучении нескольких языков, я рекомендую изучать Python, Python и Kotlin, и знаете, почему Python и ООП надо изучать, потому что, ну нет языка, который шире использует ООП, да, чем Python, то есть, все другие языки, они, либо так, либо немножко меньше, ну допустим, тот же Kotlin, тоже использует на полную силу ООП, но там, например, нету, сейчас вылетела у меня фраза с головы, множественного наследования, если вы уже изучали ООП, я знаю, что такое множество наследований, вы там достаточно прочитали, уже представляете, да, хотя там полная, классная система, основное наследование есть, именно изучение двух языков, дает вам почву под ногами, ладно, не будем отвлекаться, я надеюсь, Владимир, вы меня услышали, то есть, сейчас у вас должно сформироваться, некая точка сборки, а точка сборки, логично ее делать в начале, в начале, а начало это и есть инициализация чего-то, да, то есть, есть класс, мы думаем, что нам инициализировать, и вот эти два метода, они расставят, по крайней мере, дадут вам вот это ушко в иголке, да, дадут вам вот эту почву, дадут вам точку на карте, пункт B от A, то есть, куда нам идти, да, хотя это не все ООП, я надеюсь, вы меня услышали, я хотел сказать, что именно моя, моя вот эта вот лекция, назвать монолог, как хотите, заключалась в том, что говорю, что мы в принципе можем знать много с Пайтона, но никак не можем понять суть ООП, грубо говоря, если написать программу, мы не можем, спокойно, да, без копания, а на самом деле, представьте, немножко по-другому размышление, даже когда мы разберемся, начнем разбираться с этими двумя методами, у нас все остальные вещи, там, выделение места, метод, функция, так как тот же init, он является конструктором класса, значит, он нечто инициализирует, то есть параметры, у нас все это изучается и включается, да, мы понимаем, что в этом месте мы инициализируем параметры, в этом мы инициализируем методы, то есть начинается, ребят, не просто наслаиваться, а одеваться одна за другой, то есть у нас в голове мы строим порядок тогда, да, и начинаем все эти вещи притягивать так, как вот мы понимаем, это первый момент, дальше, конечно, когда мы начинаем сравнивать эти два метода, нам уже интересно, а что делает третий, и так мы можем уже, а методов не так много, ребят, на самом деле, и так уже мы, мы вкладываем для себя большие возможности, допустим, зная четко вот этот материал, да, вот эти методы, другие методы, то если бы мы уже раздумали на мастерскими, то мы бы уже, наверное, начинали прикидывать, что оттуда трактора я буду гонять, а там вот класс, я оттуда наследую, то есть, и мы у нас бы уже проскакивали, тут я этот метод применю, тут этот и этот, понимаете, потому что большинство людей сегодня пишут тупо, не используют магические методы, хотя они являются основой ООП, потому что они для этого и придуманы, да, потому что с ними очень удобно, но они именно и дают вот это глубинное понимание магии ООП Пайтон, не знаю, поняли вы меня или нет, но Владимир точно понял, потому что он выполнил домашнее задание, приходите в школу, тоже будете делать, так, что я хотел еще сказать, значит, ребят, повторю, основную мысль, которую я хотел донести, увидел, что нам надо в ООП сделать некую точку сборки, и логически мы пришли к такому методу, что точка сборки там, где начинается инициализация объекта, все пока, надеюсь услышали, да, и пошли уже копать в интернете, послушали видео, повыписывали, уже ищите в гугле, и отвечаете себе на вопросы, теперь для новичков, то только начался этого видео, ребят, начинаем с spb-retout.ru, здесь информация для новичков, здесь информация для более зрелых, здесь информация, тот же изучение Python, для полных нулей, все вместе входит, все почитаете, дошли до функций, начинаете раздел, дошли до функций, подключаете сайт Kotlin, обязательно, начинаете изучать второй язык, я много по этому говорил, почитайте сайты, много увидите, а это блокчейн, это не то, блокчейн на любителя, начинаете Kotlin, именно Kotlin, это мобильное программирование, я не зря выбрал Kotlin, почему, потому что, это очень полноценный язык, но со статической типизацией, и там есть, практически полный уровень ООП, и самое интересное, если кто-то думает, что на Kotlin можно написать мобильное приложение, нет, ребята, на Kotlin можно написать, мобильное приложение, сайт, и даже сам сервер, это очень мощный язык, очень мощный, кто знает хоть примерно, что такое платформа Net, вот по силе, это то же самое, именно это они создавали, только проще намного, но вот эта вот, игра двух языков, когда вы изучаете, она дает офигительный результат, это я говорю, ну, отвлекусь, ребята, еще потерпите, потому что, понимаете, вот смотрите, мы с вами изучали, сейчас я рассказывал ситуацию, да, чтобы поступиться к ООП, это для более опытных уже пользователей, да, которые его знают, но толком собрать ничего не могут, мы пошли в школе это делать, вот таким макаром, мы изучаем язык, мы будем знать язык, но мы будем мало знать о программировании в целом, почему, ребят, далеко ходить не надо, я приведу свой пример, когда в 2009 году, и размышляют так сегодня, большинство людей, потому что я так размышлял, я читал статью одного великого программиста, вот честное слово не помню фамилию, с гугл, он писал, да, а я сидел и возмущался в себе, да, он писал, что хотите стать профессионалом программирования, проведите 10 лет, изучите с десяток языков, а я себе сижу и думаю, ага, тут бы хоть один выучить язык, ну, логично мое размышление, но спустя 4 года я понял, что это было большой ошибкой, ребят, сейчас поймете, и две вещи приведу, пока не забыл, Сергей Асадьевич как-то писал, очень хорошо, парень начал писать на двух языках, он через полгода начал на двух, ну, там, на тот момент, когда Валерий Иванович предложил изучение Котлина, я уже начал изучать Пайтон, был где-то возле функции, правда, в четвертый раз, я вцепился в питом зубами, пилил его по полной, не хотел откладывать, плюс у меня были свои сроки, которые я сам себе установил, я не хотел изучать Котлина, сейчас хотел пройти, сначала хотел пройти по Пайтон, узнав, что Котлина это мобильный рынок, я посчитал не упускать, ну, ссылку я дам, дальше, несколько месяцев было все, все в тумане, все как в тумане, единственное, что я чувствую, это у меня тонны информации, о которой я не понимал, что мне делать, я вымытыл, мне сомнений навалилось нормально, я думал, что я ничего не понимаю, но только мне казалось, на самом деле, я все понимал, просто мне еще не открылась картина, но картина открылась, я сам до конца не сознаю, я увидел, что пишу на Котлина, на Пайтон, разницы нет, ребят, вот этот момент переживают все, вот представьте, но если вы уж занимаетесь в школе, то, ребята, пройдите этот момент сейчас, если вы думаете, что вы будете классно знать Пайтон, то все равно момент, когда вы переходите от одного языка к другому, вы все равно будете переходить тяжело, это я называю, понимать программирование, вот почему такова суть моей системы, ребята, почему я взял два языка, потому что я на себе это испытал, эту радость, когда ты пишешь на Джанго, это Пайтон, потом переключаешься просто на Пайтон, потом переключаешься на Котлин, и при этом у тебя ветерка в душе не шелохнется, то есть ты везде совершенно спокойно себя чувствуешь, но этот момент надо пережить, и помните, я вам недавно сказал, пока вы изучаете Пайтон, и вспомнить, Сережа писал о Сачи, да, он проходил функции, кстати, заметьте метод, четвертый раз, то есть не летел, вот поэтому он и пишет на нескольких языках, он досконально, так вот, когда вы изучаете язык один, да, только язык, вы изучаете язык, но в программировании вы ни хрена не понимаете, ребят, и запомните, вот скажи вам, да, вот вам дали язык, вы пришли, вам говорят, вот есть программа на языке, надо быстро разобраться, там, что-то исправить, с чего вы будете начинать, вы пойдете изучать язык, я бы тоже так сделал лет 9 назад, на самом деле, сейчас поясню свою мысль, почему, а, видели, в Википедии есть представление языка, и там короткий код, вот сегодня для, для человека опытного этого хватает, а знаете почему, а я помню такой момент, что, вот я начал изучать Python, для меня были функции, и функции, и все, ну, функции, потом, когда я столкнулся с GC, то понял, что там функции, допустим, высшего уровня, то есть, я думаю, о, и такие бывают, и так бывает, а на самом деле, то достаточно посмотреть, а что в себя включают классы, а что содержит функции, вы уже знаете, что писать, да, он по-другому синтакер, так вот, вот это понимание начинает приходить, когда вы изучаете два языка, желательно один со статической, со статической типизации, другой с динамической, и вы там, и там с классами столкнулись, но пошли различия, там по-разному записываются, там классы то содержат, здесь это, и у вас начинается открываться картина, не просто изучение языка, а картина программирования, то есть, через время вы выходите на уровень, что вы открываете абсолютно любой язык, и можете на нем писать, почему? Да, ребят, потому что те же понятия, как методы, функции, типы данных, включают все языки, просто одно дело, они включают, но вы об этом догадываетесь, а другое дело, вы реально это пошли на шкуре, да, прошли, и даже если вы пишете на Котли, а потом возьмете Си, да, или там Джава, то вы быстро разберетесь, быстро разберетесь, потому что там будут, допустим, массивы или что-то, это уже будет неважно, вы этот этап прошли, запомните, это я плохих советов не даю, все, ребят, лекция моя получилась, затянулась, мы вообще говорили о Python, но закончили именно, что такое вот мой метод изучения программирования, то есть, когда я хочу вывести на несколько языков, но при этом я всегда говорю, ребята, переключайтесь, в учебном процессе переключайтесь, сейчас пишите на Python, завтра на Kotlin, поэтому простым языком говорю так, для ребят школы, ребята, дошли, вы пришли, вы полный чайник, вы еще пошли там проходить начало Python, дошли до функции, да, дошли до функции, там у меня написано, что типы данных надо там два раза пройти, вы прошли, дошли до функции, вам кажется, что вы еще ничего не знаете, вы все равно переходите в этот раздел, расширенное изучение Python, и сразу же, как только дошли до функции, вы начинаете изучать второй язык, у вас голова будет казаться, что это полный писец, вы только пришли в Kotlin, начинаете врубаться, уже забыли, что там в Python, это нормальное состояние, оно будет проходить с моментом накопления, каким моментом накопления, что под этим надо понимать, на самом деле, для вас сегодня, что допустим, типы данных, там, того же Python, список, кортеж, строка, это пока понятие, которое вы только познакомились, они у вас не отложились, у вас нет практики применения, у вас нет вот этого моментального считывания, поэтому вы в Kotlin видите ту же строку, при этом вы уже давно забыли, вы испугались, вам ничего не понятно, у вас глаза широкие, что в Python есть такая же строка, она по-другому записана, но со временем эта информация начинает откладываться, и вы не пугаетесь, вы занимаетесь Kotlin, потом пошли заниматься Django, то есть практика серверная часть, сегодня, запомните, ни одно приложение без серверной части не имеет никакой цены, в большинстве своем, кроме там оконных программ, но в большинстве своем, любые программы требуют сервера, а вспоминайте Instagram, серверная часть на Django, то есть вы в первую очередь, изучая Django, первое, получаете понимание, как устроена серверная часть, второе, вы получаете уже хороший инструмент, не только создание сайта, но и создание мощной серверной части, и вот вы начинаете переключаться на одно, на второе, на третье, но с каждым разом, с каждым разом у вас все это легче, почему? Потому что начинаются методы, для вас уже отлично, четко вы понимаете, это функция, в классе это называется метод, у вас начинает все стягиваться, стягиваться, и потом, когда вы начинаете еще писать практически, со временем, вот тут я сейчас произнесу очень важную фразу, минуту назад я сказал, что с функцией сразу подключаете и Python, и Kotlin, почему? Потому что запомните, вам могут говорить в университетах, институтах, все, что хотите, они не практики, они просто рассказывают, и это правильно, ребята, запомните, в программировании всегда, всегда отложенное понимание, то, что вам кажется, сегодня вы не понимаете, завтра вы поймете, послезавтра вы увидите это немножко с другой стороны, но это будет происходить после того, как вы начнете, поэтому вы сразу должны изучать два языка, то есть вы должны копнуть уровень глубины полной и изучать программирование, а не язык программирования, программирование я включаю, что вы будете изучать методы и Python, и Kotlin, и понимать, что вы открыли тот же GC, и там есть строка, она выглядит так, а какая там функция, вы не будете тупо в GC разбираться в функции, а вы просто почитаете, ага, первый уровень, я понял, как писать, вот на какой уровень, я надеюсь, мне, у меня получилось, наверное, объяснить, и откуда начать Python, и объяснить, почему изучать два языка программирования, наверное, несколько вопросов, все, ребята, спасибо, некоторые ссылки будут, в общем, начинаем со школы, ну, ребят, извините, я слишком был эмоционален, наверное, сейчас, ну, вот у меня это вот из души, вот, я увидел вот это задание Володи Фомичева, мне оно очень понравилось, поэтому, вот как выпалил, да, все, спасибо, всех, все получится, ребят, надо быть в школе, надо быть, постоянно присутствовать в группе, чтобы, 切ь, все, внуши, Продолжение следует...